Друзья, привет! Сегодня у нас с вами очень интересная заготовка из крыжовника и чеснока. Этот способ не особо популярный, поэтому я думаю, что вы такой еще не видели. Но его стоит обязательно попробовать, особенно тем, кто любит всякие маринады и закуски. Нам понадобится крыжовник, чеснок, соль, сахар, уксус обычный столовый и самая обычная кипяченая вода. Кстати, столовый уксус у меня как назло закончился, поэтому я использовала бальзамический. Итак, берем чеснок, очищаем его от шелухи, отделяем на зубчики, зубчики тоже очищаем и срезаем с них верхушки, то есть вверх и низ у зубчика. Вообще, мне кажется, что чеснока для этого рецепта нужно взять побольше, например, настолько же, сколько и крыжовника. Но если вы чеснок не очень любите, можете взять вообще несколько зубчиков чеснока и больше крыжовника. Смотрите так, как вам больше нравится. Очищенные зубчики складываем в небольшую миску, предварительно подготавливаем крыжовник, то есть просто его промываем и пока что чеснок и крыжовник убираем в сторону. Займемся маринадом. Наливаем в ковшик воду, добавляем соль и сахар и ставим ковшик на плиту. Доводим до кипения и выключаем огонь. Снимаем ковшик с плиты и добавляем уксус. Еще раз скажу, что уксус можно брать столовый или бальзамический, как у меня. Маринад перемешиваем, берем красивую баночку, у меня вот такая вот банка из Икеи, она во всех моих видеорецептах с маринадами. Складываем в нее крыжовник вместе с чесноком и заливаем горячим маринадом. Так как у меня уксус был бальзамический, поэтому маринад у меня такого коричневого цвета. Если вы будете использовать столовый уксус, то маринад у вас, конечно же, будет прозрачный. Дальше просто закрываем банку крышкой, даем заготовке остыть до комнатной температуры, затем убираем в холодильник. Заготовки желательно стояться пару дней и потом можно кушать. Это очень и очень вкусно. Жду ваших отзывов в комментариях. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok